Добрый вечер, дорогие мои. Мы с Тюрей на месте. Он привел меня посниматься. Он прям как-то чувствует время, когда нужно идти, и начинает суетиться, и даже кричал сегодня на меня. Но привел, и я-то рад, потому что мне очень радостно с вами беседовать и радостно рассуждать на всякие темы, которые приводят нас к определенному изменению самого себя. И сегодня мы продолжаем тему впечатлений, которые должны в вас сделать нового человека. Но мы пришли к выводу, что то, что у вас уже есть, в общем-то, во-первых, никуда не денешь. Это раз. А во-вторых, оно не такое уж и бессмысленное или плохое. То есть прямо так сказать, что вы всю жизнь прожили зря и набрались там каких-то знаний и каких-то впечатлений, которые вообще ни к чему негодны. Нельзя. Нельзя. Больше того, я вам скажу сейчас следующее, или раскрою маленькую тайну. У вас ведь ничего целостно вот в этих образах, этих людей, этих событий, этих каких-то, значит, обстоятельств не существует в памяти. Не существует. У нас такая система мышления. Вы можете послушать и Черниговскую, или Василия Ключаревск, и многих других, которые вам рассказывают, что это иллюзия думать, что вот всё в нас, вот каждая вот картинка, которую мы с вами проживали, и каждое событие целостно и сохраняется. На самом деле у нас другая система мышления. Она собирает из отрывочков, из пазликов, которые у вас от этих событий остаются. Каждый раз события по-новому, по-новому и совсем другое. И совсем другое. И это уже доказано. Это даже не какое-то, значит, такое, что ли, догадка или такое мировоззрение. И доказано потому, что, в общем-то, если оценить объём памяти, который у нас есть по сравнению с компьютерным, то вот там как бы учёные установили, что он всего составляет примерно 10 гигабайт. Да, теперь учёные смеются, потому что у нас в телефоне сейчас по 256 гигабайт, а у кого-то 580, а у кого-то и терабайт на компьютере стоит. А наша память вот таким образом выглядит. То есть на самом деле она не такая уж вот как бы в рамках компьютерных вот таких, что ли, систем и большая. Но у неё есть гиппокамп, то есть вот оперативная система, которая по запросу ваших каких-то клеток, обозначенных языком, то есть языком у нас обозначены все, словами обозначены все наши с вами пункты памяти, она отзывается на этот призыв и формирует каждый раз вам новую картинку. То есть я вам могу сказать, ну мы уже к этому приставали, детский сад, и у вас сейчас много-много сразу собирается пазликов, бегают, значит, клетки и нервные сигналы, электрические сигналы по вашему мозгу и собирает всё, что относится к детскому саду. А я скажу мой детский сад, изменю вам задачу. И пук, тормоз, всё. Вы свой-то детский сад помните, а мой-то вы не знаете. Я чего-то рассказывал, но вы его представить не можете. Но тем не менее, вот сейчас пройдёт 30 секунд, я специально их тяну, поскольку 30 секунд для полной картинки нужно, чтобы она собралась. И через 30 секунд вы мне можете сказать, какой мой детский сад. У каждого в голове уже он сложился, хотя он и не похож на тот, в котором я был. У кого-то это такое же здание, как было у вас, у кого-то такое же, как был у вашего сына или внука, а у кого-то просто собрана куча такая. Вот мы же знаем, что детский сад – это что-то такое должно быть. И оно собралось, и вы теперь знаете, какой мой детский сад. Но у каждого он свой. Вот то же самое совершенно происходит и с событиями, и с людьми, которые в вас находятся. В вас находятся. Каждый раз, вызывая из памяти этого человека или это событие, вы выстраиваете его под своё ощущение или под свою потребность. Потребность. И если это было положительное событие, вы от него получите удовольствие. У вас новые какие-то детали возникнут из этого события, у вас новые какие-то впечатления, вы вдруг вспомните, как вы там хорошо себя повели, а какое у вас было красивое платье или костюм, как на ваш сидел, а какую вы точную реплику кому-то сказали или шутку. Ну, а кто-то и даже в нос кому-то дал. И доволен, как говорят здесь по-русски. Значит, что же это за свадьба, если не подрались? А что за свадьба без драки? Вот. Ну, и такое у некоторых отпечатывается на всю жизнь, как положительное событие. Как положительное событие. Но если в нос дали вам, и дал ещё и ваш соперник, то вы каждый раз, вытаскивая это событие к себе из памяти, в сознании, то есть вы, начиная осознавать его, вы каждый раз его вытащите в отрицательном варианте. То есть и будете злиться на этого, и будете проклинать этого, и будете его считать паразитом там, и кем хочешь, вот, потому что он дал вам в нос. Или ещё хуже там, увёл вашего жениха. Вот. Вот в какой-то момент увела подружка. Вот вы пришли к ней со своим женихом, а она повертела перед ним хвостом, да? Вот. У неё платье было лучше, вы скажете. У неё макияж там был французский, поэтому он на неё клюнул. Она там декольте выставила, и всячески вы её будете хаять, и всячески будете её в своём сознании обливать. Ну, будем, давайте скажем так, обливать грязью. Но в жизни было всё не так. И в жизни тот, кто вам дал в нос, или та, кто у вас увела жениха, совсем по-другому оценивает эти события. А жених, который ушёл с подругой, он уже и по-третьему видит, он думает, что это я связался с этой. Вот хорошее попало, с этой будет лучше. И так далее, и так далее, дорогие. И получается, что события, которые в нас есть, в нашем сознании, в нашей памяти, это наша фантазия. Это наша картинка, которую мы с вами выстраиваем каждый раз, вспоминая по-разному. По-разному. Но, к сожалению, выстраиваем под свою потребность. И что же предлагается в данном случае для того, чтобы изменить себя, чтобы своё мировоззрение изменить, чтобы перейти к формированию в себе жителей Царствия Небесного? Ну, вы уже, наверное, догадались. Нужно события вспоминать по-новому, по-другому. Чтобы эти события приносили вам радость, приносили вам чистоту, приносили вам какую-то... Ну, как это можно сделать? Ну, сказать... Ну, и слава Богу, что он ушёл к ней. Вот. Теперь вон они как. Ну, мы, как правило, я знаю, что после ищут, как они там несчастливо живут. Вот если бы с ней жил, она бы вот так, а они не так. Вот. Нет, конечно, то, что раздражает, то, что приводит вас к греховным чувствам, то есть к раздражению, к гневу, к обиде и так далее. Вообще, конечно, лучше бы гнать. Гнать от себя. Причём, опять, если мы послушаем учёных, гнать-то нетрудно. Просто не вызывать эти воспоминания, не получать вновь и вновь эти картинки, не ждать, когда эти картинки вам некую такую радость принесут, а они каждый раз приносят радость. Каждый раз вы получаете либо от хорошей картинки, вытащив её награду, такой в виде определённых гормонов, дофамина, сиротонина, либо успокоительные средства, эндорфин и другие внутренние наркотики, которые тоже вам принесут радость. Вот ещё раз вспомнили, ещё раз подрались, ещё раз там, значит, в нос получили, ещё раз жениха потеряли. Вот. И всё. И вам идёт изнутри такая успокоительная таблетка, что успокойся, всё нормально, и вы облегчённо как-то... А не надо этого делать. Поэтому Господь сказал, неблагонадёжен для Царства Небесного, оглядывающийся назад. Даже не так Он сказал, оглядывающийся назад, неблагонадёжен для Царства Небесного. То есть у нас на самом деле все наши воззрения, если мы хотим попасть в Церковь, в Царство Небесное, они должны быть направлены вперёд. Вперёд. Они должны быть направлены на то осознание мира, которое является божественным мирозданием. И обсуждая это, Феофан Затворник говорит, что когда человек обожествляется, он забывает всю суету мира. Для него все события мира становятся равнодушными. Он видит только любовь Божью и ощущает только сладости этого мироздания. То есть на самом деле мир плохой, потому что вы внутри его таким сделали. И вы подкрепляете своё видение этого мира своей памятью, своим сознанием, строя всё новые и новые пакости. А когда их не хватает, хватаетесь за пульт телевизора и находите... Чего же там ещё такого? Такого, что я видеть в этом мире ничего не хочу и жить в этом мире не хочу. А на самом деле он другой. На самом деле в нём колышется травка, в нём живут котики, в нём плавают облака, и всё это для вас. Господь создал мир прекрасный. Вон бабочки летают. Для того, чтобы вам было здесь прекрасно, чтобы вы набрались вот этих картин, вот этих ощущений. И тогда вы сможете выстроить себя в этом мире. Вот давайте мы к этому и начнём стремиться. И будем проводить ревизию внутри себя, чтобы разобраться, а что нам нужно ещё вспоминать или что не нужно вспоминать. А лучше действительно не нужно. Лучше воображать то, что будет. Наши святые отцы просят, что вы до обеда воображайте, как вы живёте в Царстве Небесном, а после обеда можете воображать страшный суд. Вот. Это, видать, отрезвляет. Так что, дорогие мои, желаю вам провести чистку А нет. Чистка-то. Чистку. Ну как вот чистка-то? Это же кирпичи. Вот вы из кирпичиков каждый раз строите вот новую картинку. Плохую или хорошую. Ну а какой смысл выкидывать эти кирпичики? Давайте всё-таки не чистку, а всё-таки из того, что есть внутри, будем строить церкви, будем строить замки воздушные. Так что здоровья вам всем, трезво мыслия и радостного состояния в этом мире, потому что только радостное состояние даёт возможность увидеть радостную картинку, радостный мир. Ну вот так вот уж устроено. Пока вы грустный, печальный и больной, вы видите вокруг всё грустными глазами, печальными и больными. А вы попробуйте вот из того, что вы грустный, печальный, больной, сделать обратную. И будете герой. Всё, вот это же подвиг. Вот в этом заключается наше с вами движение вверх и движение к Господу. Когда мы из самого низа, вот как разбойник на кресте, вдруг осознаём, что есть что-то высшее, что это высшее ждёт нас, и мы хотим в это высшее. И мы хотим в это высшее. И ради этого высшего стоит постараться. Тем более, что мы с вами ответственны за следующее наше поколение. Это так вот устроено, что каждый из нас отвечает за семь поколений будущих. И они будут отталкиваться от той высоты, которую вы достигнете. Это как лестница, помните, у лествичника? То есть мы поднимаемся все в Царствие Небесное, но для того, чтобы будущее ваше поколение, ваши дети, внуки и так далее двинулись дальше, нужно быть вам на определённой высоте. Либо им придёт всё начинать сначала. Говоря, что, о, какая наша мамка, какая наша бабка, какой наш детка. Вот были. Нам нужно всё начинать сначала. Начните вы, лучше вы, лучше вы куда-то вот так вытянитесь и подтянитесь. Но я дождался на последние слова солнышка, чтобы сказать вам ещё раз радостно и весело. Будьте здоровы, будьте радостны, аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok